Раз, два, три, так немножко расширим, так сюда, да. Количество комфортабельных отелей растет с космической скоростью, а любителей дикого отдыха на морском берегу не становится меньше. Как и прежде, тысячи людей едут в Крым с рюкзаками и палатками ради единства с природой вдали от шумного пыльного мегаполиса. А если заварить чашку ароматного крымского чая, удобно расположиться с ней на прогретых солнцем камнях, всемирские заботы быстро начинают казаться не такими уже и важными. Отдых дикарем не теряет своей актуальности, ведь что может сравниться с завтраком, обедом и ужином на свежем воздухе, да еще с таким видом? Одно из излюбленных мест гостей полуострова – бухта Ласпи. Укрытый с трех сторон, горами уютный пляж привлекает своей уединенностью. Очень нравится природа. Сочетание горы, моря, вода очень чистая. Качество пляжика, галечка миленькая, вот такая вот прекрасная. Что тебе еще нравится? В том, что рядом море. Там тоже много животных, рыбы, крабов. Много раз был, потому что здесь такая уединенная, все же мало отдыхающих, хорошая турецкая поляна наверху, можно погулять, походить. Сергей Матвеев уже не в первый раз выбирает полуостров в качестве курорта. Вот только в этот раз из шумной Москвы он приехал не один, а со своими детьми и внуками. Очень хотел, чтобы младшие прочувствовали, как это оказаться наедине с дикой природой. Решили, раз Крым еще давно не видели, мы решили проехать все побережье. Вот мы приехали морское, из морского приехали в Ялту. И остановились здесь, чистое море, красивая природа. Но туристы замечают не только плюсы, но и минусы отдыха в бухте. Природные красоты портят мусорные кучи, зловоние и тучи мух. Многие приезжают на машинах, но я так понимаю, что просто-напросто ленятся за собой убирать. А ведь до контейнеров не больше ста метров. Нужно всего лишь беречь то, ради чего ты сюда приехал. Надеяться на коммунальные службы не приходится. Территорию убирают нечасто. Государственным автономным учреждением города Севастополя, Севастопольский лесхоз, вывозится ежемесячно, где-то 2-3 раза в месяц, бытовой мусор, смет масштаба отдыха граждан, которые закреплены городом Севастополем, бесплатно для наших граждан. Но мусорная не единственная проблема бухты. Если свернуть с дороги и прогуляться по лесу, можно увидеть редкие растения. Возраст там более тысячи лет. Уникальный климат Южнобережья сложился именно благодаря им. А недобросовестные туристы пускают их попросту на дрова. В Ласпийском урочище произрастают краснокнижные растения, за уничтожение которых грозит административная ответственность. Вот, например, можжевельник Высокий. Это дерево считается настоящим крымским целителем. Растения выделяют фитонциды, обладают бактериальными свойствами и, к сожалению, очень медленно растет. Гостям полуострова будет полезно узнать, что за вырубку таких деревьев нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Ольга Литвиненко, Рустам Файзулин. Утро нового дня.